поехали здравствуйте не хотите поговорить о теологии а точнее о клирикализации общества о том как религия все больше внедряется с нет не хотим что-то нам сделаешь тогда может быть нет а мы разные сферы человеческой жизни в том числе в науку и в образовании эта тема меня дико задевает потому что сам я ученые и меня бесит когда с наукой смешивают какие-то очень странные непонятные размышления и вещи явно не относящиеся к попыткам объективно познавать окружающую реальность но каждого свои критерии объективности в данном случае кстати я например оцениваю объективность теологии но не то чтобы сильно ниже чем объективность науки кто-то скажет что может быть у тему уже не очень актуально что есть проблема побольше но я скажу что многие социальных проблем которые сейчас происходят в мире в том числе и в россии так или иначе связаны сервис что такое наука кстати панч не ну просто если мы даем определение науки не через методологию какую-то конкретную то окажется что наука ну как бы ну например если мы дадим определение через социальные институты то вполне так себе теология наука получится он поскольку она же входит в список образовательных дисциплин разных университете преподается ну следовательно наука получается да да все просто по определению такому если мы определяем если мы определяем философию философии мы определяем науку через соответственно методологию ну например через фальсифицируемость то тогда непонятно почему панчина жопа не бомбит с истории например социологии например еще с гуманитарных разных дисциплин вот почему панчин не бегает по университетом и не кричит вы все не ученые вы все не ученые уходите отсюда быстрее быстрее уходите нахуй все это я ученые вы не ученые пошли все нахуй нахуй из университетов из моих все прочь только биология только физика только настоящие науки ну как бы он просто же есть так подумать почти все эти дисциплины они не соответствуют научной методологии психология значительная часть психологии не соответствует научной методологии вот так он вполне по попперу александр определяет когда он объяснял что такое наука он главным критерием привел критерий поппера неожиданно александр вы не представляете себе вы себе не представляете как вы глубоко заблуждаетесь в этом и заключается основная проблема что например он например пинкер и даже отчасти ютковский они когда объясняли что такое наука они собственно вот фальсифицируемость теории у них стояла в определении этого всего понимаете в чем дело александр то есть если бы все было так просто так он же не так но по науку определяет вполне так себе по поппер он ее определяет и непонятно какого хуя панчин не бегает по университетам и не кричит уберите всех этих ублюдков гуманитарных наху гуманитарные дисциплины это не науки как-то так национальным мышлением с принятием каких-то ложных авторитетов и убеждений и поэтому проблема в том числе клирикализации будет актуальна всегда и она сам или порождает многие другие проблемы с которым мы сталкиваемся за то что мы живем в реально свободной стране проблема клирикализации в россии началась уже очень давно еще в 2007 году было опубликовано знаменитое письмо 10 академиков среди которых были евгений александров жаря салферов в нобелевский ряд по физике виталий гинсбург кстати основатель комиссия по борьбе с уже наука членом который я являюсь и вот в этом письме академики отмечали обеспокоенность тем что в россии религия все больше и больше внедряется в образование позвольте я зацитирую часть этого письма с которым я абсолютно согласен верить или не верить в бога это дело совести убеждений отдельного человека мы уважаем чувства верующих не ставим своей целью борьбу с религией но мы не можем оставаться равнодушными когда предпринимаются попытки подвергнуть сомнению научные знания вы знание с большой буквы это как это же религиозная хуйня видимо раз она с большой буквы написано это религиозная хуй тени по-любому знание с большой буквы это сильно конечно но тут есть как бы нюанс да вот у вас искать и противоборствующая коалиция людей и было бы очень круто если бы эти люди они как бы ну тоже имели возможность институционально соединиться что-то обсуждает решать какие-то проблемы решать как они будут собственно ой смотрите 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 но и мы не можем оставаться в стороне равнодушными когда предпринимаются попытки подвергнуть сомнению научное знание ни хуя себе это не это ли не признание в догматизме слушайте слушайте это ли не признание в догматизме как вам кажется прям буквально прям буквально подпись там вот ученые подписались гинсбург там воробьев барков и александр панчин здесь подписались это ли не буквально признание в Мы не можем оставаться равнодушными, когда предпринимаются попытки не просто опровергнуть, отвергнуть, уничтожить, а именно подвергнуть сомнению. Это признание в догматизме. Ну, как бы, подпись, печать, все, поставили, мы догматики. Вытравить из образования материалистическое видение мира, подменить знания, накопленные наукой, верой. Не следует забывать, что провозглашенный государством курс на инновационное развитие может быть осуществлен лишь в том случае, если школы и вузы вооружат молодых людей знаниями, добытыми современной наукой. Никакой альтернативы этим знаниям не существует. Это письмо было реакцией на многие процессы, но... Слушайте, видимо, и существовать даже не может. Разве нет? Ну, то есть, ну, смотрите. Если альтернатив все же не существует, но они могли бы существовать, значит, наверное, все же имело бы смысл развивать какие-то другие дискурсы. Согласны? Наверное, да. Наверное, все-таки да. Но, видимо, их не просто не существует, их, скорее всего, и существовать-то не может. Потому что иначе, а нахуя? А нахуя сопротивляться? А нахуя? Почему сомневаться-то нельзя? Почему сомневаться-то нельзя, ребят? В частности, особенно ученых волновало два процесса. Первый — это попытки сделать теологию такой же научной специальностью, как физика, биология, химия, математика. А вторая — это внедрение основ православной культуры в российские школы. Что касается основ православной культуры, то благодаря академическому вообще... Да, давайте, блядь, не преподавать основу православной культуры. Вообще никакой, блядь, культуры. Охуя натрезанное. Этот парень пиздец какой тупой! Ну да. По-видимому, им пришлось разбавить курс основы православной культуры, добавив как бы неких дополнительных модулей. Там можно выбирать между основами православной культуры, мусульманской культуры. Заебись. Так вообще заебись. Даже выбор есть, уже неплохо. Лучше, чем было раньше, как мне кажется. До светской этики. Но я не считаю, что это какая-то победа здравого смысла, потому что на самом деле здесь есть некоторое лукавство. Представьте себе, что астрологи очень хотели бы ввести в школу предмет, да, основы астрологии. И я научу вас, дети, как заглянуть в будущее! Да, как всегда. Им справедливо сказали, что астрология — это не наука, и поэтому не место астрологии в школе. А они сказали, хорошо... Стоп, а почему в школе должна быть только наука? С чего мы вообще взяли, что в школе должна быть только наука? Я не понимаю. Так, вопрос. Изо — это наука? Черчение — это наука? Физкультура — это, блядь, наука? Тогда не место в физкультуре в школе. Труды — это наука? Нет, блядь, не наука. Нахуй труды тогда. Убираем труды. Я не понимаю, стоп, в школе должна быть только наука по панчину или что? В чем проблема? В чем проблема в том, что в школе будет не только наук? Я вот здесь вообще не догоняю. Я здесь вообще даже близко не догоняю вот эту вот фишку. Почему только наука должна быть? А литература как предмет — это наука. Там же даже не филология. Там именно что, литература. Дети читают определенные книжки и, соответственно, даже, ну, не германефтикой пользуются, трактуя их, а довольно-таки примитивно их прочитывают. Ну, что еще не наука? Даже близко не наука. Русский язык и литература, кстати, да, не наук. В том-то смысле математика, не наука, но мы это опустим немножко. Тогда мы сделаем вот как. У нас будет предмет основы звездологии, а вот этого предмета можно выбрать астрология, астрофизика или астрономия. Видите, там же есть нормальные предметы. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы такой модуль преподавался в школах. При этом создается видимость легитимности этой сферы деятельности, да, когда в школах это преподают, и при этом часть детей действительно будут это в школах изучать. Возвращаясь к религии, ситуация абсолютно аналогична, но на самом деле еще хуже, потому что по Конституции церковь отделена от государства, и преподавание религии не должно происходить в условиях академического, государственного, школьного или университетского образования. Сразу оговорюсь, что все это некрасиво. Почему? Почему не должно? Это как-то, типа, критицизмом каким-то обосновывается. Ну, то есть, это как-то научное критическое мышление нам запрещает это делать. То есть, получается, спасибо, Анна Зан. Это получается, у нас есть какое-то критическое мышление, которое запрещает нам изучать другие дискурсы, познавать их, как-то с ними взаимодействовать и так далее, так далее, так далее. Я правильно понимаю или как? Почему в школе-то не может быть? В университете? Тоже непонятно, почему не может быть. Университет, он универсален, на то он университет. Приветствую, Илья. На то университеты являются университетом, что он университет. Он универс какой-то, да, там много разного всего преподается. Не обязательно даже науке. Ну да ладно. Это касается светских предметов, которые посвящают в том, как устроена религия. Например, есть предмет религиоведения. В школах его не преподают, но могли бы, в принципе, и преподавать, потому что религии реально существуют. Религии можно изучать. Может быть, объективные знания о религии. Что нельзя делать, это пропагандировать какие-то религиозные убеждения, какие-то истины. А научные истины и научные убеждения можно? Окей. Правильный, вот правильно молиться вот так вот нужно. Окей, окей, с наук все можно, хотя там нихуя не доказано, а вот религии нельзя. Хотя там тоже нихуя не доказано, но да. Вносить хвалу Господу. То же самое, кстати, касается и атеизма. Я не являюсь сторонником идеи, что нужно вводить, наоборот, уроки научного атеизма. Это тоже идеологическая вещь, которая не должна присутствовать в школе. Это вещь, которую дети могут сами где-то узнать отдельно в интернете или от своих родителей. Государство к этому не должно иметь никакого отношения. В общем, про основы православной культуры я сказал более-менее все, что хотел сказать. Но основной темой сегодняшнего выпуска будет кое-что более принципиальное. Это внедрение теологии в качестве научной специальности, защита степеней по теологии. Эта тема для меня очень давняя, наболевшая. Я про это много раз писал разные его рода статьи. И сегодня я решил собрать вместе все, что я по этому поводу думаю, и объяснить свою позицию. Давай, бро. В 2015 году Министерство образования и науки официально признало теологию наукой. Девять лет у человека бомбит без остановки. Ну, окей, теперь есть кафедры теологии. Окей, теологи защищают диссертации. То есть по определенным правилам диссертационным проверяют друг друга. Булчит, не булчит, они там несут, соответственно. Есть определенные критерии текстологические, по которым те или иные работы проходят или не проходят. Пиздец, блядь, все, охуеть. У, блядь, у, блядь, ужас какой, отвратительно. Че делать, блядь, срочно надо отменять, у. Жесть. У людей появилась возможность защищать диссертации и получать дипломы. Дипломы государственного образца, признающих, что человек, получив этот диплом, ну, по сути, является ученым. Знаешь, я тоже, в общем-то, ученый. Он внес вклад в науку, вот у него есть диссертация, диссертация защищена. Да, есть совет при высшей институтной комиссии, который эту диссертацию в итоге одобрил. Таким образом, теология, по сути, стала как бы официально. Так вопрос. Философии тоже бывают, защищают работы в том же духе. Иногда даже про Бога, кстати. Иногда даже про Бога. И иногда даже не в таком абстрактном академическом ключе, а вполне так себе. Вопрос сразу возникает. Че, философию тоже закрываем уже? Я не знаю. Наравне с другими науками, например, с историей, с физикой. История — это почему наука? Где там фальсифицируемость? Историю тоже надо убрать отовсюду, я считаю, наверное. Давайте уберем все, что, в кавычках, с наукой не особо соотносится. Да, там историю. Религиоведение тоже не наука же, по большей части. Там невозможно создать нормальную научную теорию, и, соответственно, фальсифицировать нельзя. Давайте это тоже уберем. Давайте оставим буквально только одну биологию. Просто биологию. Ну и физику. Биологию, физику, и все. Математика же тоже не наука, по факту. Ну, философию Панчин бы точно прикрыл. Есть такое. Слава богу, не Панчин решает. Химия, биология, математика. А в этом не должно быть больно. Ну, истфак, истфак, истфак — это не наука. Ну, история не наука, но это что-то другое, качественное. Это совершенно другая дисциплина со своими законами, правилами. Это нормально. Это нормально. Понимаете? Это нормально, что историю можно не определять как науку в соответствии с некоторыми определениями. То, что она не наука, не означает, что она плоха. Психологии и так далее. На самом деле, степени по богословию, они существовали и раньше. Просто они были не государственного образца. То есть, ничто не запрещало сторонникам религии где-то собраться, самим себе выдавать какие-то дипломы, награждать себя медалями, орденами и всячески друг друга хвалить и говорить, какая у вас классная работа, и я с ней полностью согласен. Просто непонятно, зачем мы потратили столько сил для легализации богословского знания. Были у сторонников религии и возможности получить высшее духовное образование. Например, в семинарии. Более того, семинарии с 2010 года вошли в балонский процесс. То есть, можно было получить бумажку о том, что ты бакалавр или магистр. В чем принципиальная разница? Что вообще бакалавриат и магистратура есть не только по, скажем так, наукам. Можно получить степень бакалавра по режиссуре. А никто не говорит, что режиссура – это наука, которая занимается объективным познанием реальности, хотя это, безусловно, очень... Ну да, кстати. В чем проблема? Да-да-да, буквально есть там степени, буквально там по режиссуре, по изобразительному искусству, еще по многим другим таким вещам, которые с искусством связаны. По архитектуре, хотя архитектура сама по себе не наука. Нет, там надо знать некоторые инженерные важные вещи, но сама по себе архитектура не есть наук. Что дальше? И сельское хозяйство в коем-то смысле тоже не наука, но там тоже, да, аграрная вот эта область, она, да, она имеет, скорее всего, некоторые связи ментальные с наукой, но большая часть того, чем там занимается, это вообще чистейшая практика, так что хрен знает. Очень важная сфера человеческой деятельности. Или, например, кулинария, да, можно получить диплом бакалавра кулинарного искусства. Но с наукой дела обстоят несколько иначе, потому что наука – это сфера человеческой деятельности, которая занимается установлением объективных, проверяемых фактов. Окей, короче, мы из университетов и школ убираем все, что не наука, я правильно понимаю? Труды идут нахуй, физкультуру нахуй, там русский язык, литературу нахуй, что там еще общество знания тоже нахуй, там какая там наука, там просто мешанина кого-то говна, соответственно, все нахуй. Оставляем только в кавычках науку, все, нет? И перекрываем большую часть факультетов в мире. Разве нет? И все станет реально более научным, да. Просто будем в науке купаться. А музыку нахуй, МХК, нахуй, все, нахуй, да. Просто дети приходят на три урока, изучают буквально на три урока, да, приходят и изучают на четыре урока, простите, четыре урока. Четыре урока – математика, физика, биология, химия. Все, каждый день, каждый день – математика, физика, биология, химия, математика, физика, биология, химия, и так по кругу повторяем до бесконечности. Вот. В мире выявлением причинно-следственных связей, построением теории... Так стоп, они же не наука, а Панчин сказал, что давайте не будем пускать не науку в школы и университеты. Это же буквально тейк Панчина. Панчин буквально сказал. Панчин же буквально, блядь, сказал, что нельзя не науку пускать в университеты, школы и так далее. В школе больше половины предметов, в кавычках, не наука. Ну, там как не постарайся эту штуку там наукой не назвать. Ну, дай бог историю с натяжечкой мы назовем наукой. Но общество знания мы уже не назовем наукой. Физкультуру труды точно не назовем наукой. МХК рисование, черчение я не наука, кстати. Черчение там еще какая-нибудь хуйня. Там столько не науки, что просто брать и освобождать детей. Освобождать. ...которые позволяют прогнозировать и теология сюда явно не относится. Благодаря науке у нас с вами есть интернет, самолеты, спутники. Ну, сомнительно. Лекарства от рака, антибиотики и много других человеческих благ. Поэтому у науки, как у общественного института, существует некоторый авторитет, некоторая легитимность, которая многими признается, что да, если... Ну да, надо теперь только всю эту хуйню раскритиковать, и тогда будет хорошо. Ученые что-то сказали, то это не то же самое, что сказала какая-то бабушка сидит. Так это же не наука. ...вздящие на лавочке. Разный вес придается утверждением, которое произносит человек, у которого есть. Ну, слушайте, иногда утверждение ученого, иногда утверждения ученого вполне могут быть приняты за утверждение бабушки, которая вещает с лавочкой. Такое, знаете, периодически бывает. Будем честны. ...ученая степень и человек, который не имеет ученой степени. Хорошо это или плохо, это отдельный вопрос, но так устроен мир, что да, люди во многих вопросах более склонны, доверяясь экспертом, а эксперты... Ну, эксперты, окей. ...подтверждаются наличием... Науки, конечно. ...мущейка ученой степени. И тут в науку приходит структура, которая эпистемологически... Чел, блядь, в науке, в кавычках, если ты называешь ей любую академическую деятельность, в ней уже присутствуют структуры, которые эпистемологически не соотносятся и даже противоречат, блядь, науке. Филологию, блядь, возьми. Долбоеб ты, блядь, тупой, нахуй. Иди на филологический факультет, закрывай его в пизду, просто. Прямо сейчас пошел, блядь, и закрыл эту хуйню. Я просто я не понимаю, я не понимаю Панчина. Отказываюсь понимать. Абсолютно противоположно. Саму духу науки. Мне кажется, что лучше всего завпечатлил эту разницу между этими подходами авторийский музыкант Тим Минчин, который сказал наука основана на том, что можно наблюдать. Вера — это отрицание наблюдения, чтобы сохранить свои убеждения. То есть... Охуеть. То есть происходит мимикрия в ее самой худшей форме. Как вы приходите в аптеку, и там, наряду с лекарствами, которые прошли клинические исследования, которые имеют реально доказанную эффективность, помогают при самых разных заболеваниях, там же рядышком продается сода для лечения рака, стаканчик для уринотерапии, ну и там же всякие бады, гомеопатия и прочее. На самом деле мы видим в аптеках то, что продается гомеопатия наряду с обычными лекарствами. Это, как раз, тоже проблема. Проблема такого же самого рода, когда происходит смешение научной, в данном случае медицины с антинаучной медициной, так и в обществе происходит смешение нормальных наук и наук, которые лишь имитируют из себя какое-то объективное познание. Это, конечно, основная проблема, но есть еще вторая проблема, она заключается в том, что как только вы объявляете теологию научной специальности, это значит, что теологи могут претендовать на и без того скромный бюджет, который выделяется на реальные научные исследования. Ужас. Скромный бюджет. Запомнили. Можно подавать гранты в Российский научный фонд и другие фонды, которые финансируют академические научные исследования. Значит, меньше финансирования будет доставаться людям, которые занимаются нормальными науками, будь то история, физика, химия и так далее, и так далее. В этом тоже есть явная проблема. Так что же такое теология? Начнем с определения философской энциклопедии. Блядь, нам меньше будут давать денег. Какой ужас. Богословие. Спекулятивное учение о Боге, основывающейся на... Ой, философская энциклопедия, которая, соответственно, написана в Советском, блядь, Союзе. Охуеть просто. А может быть, дадим определение богословия, которое сами христиане дают, например. Ну, по приколу. Может быть, что-то просто нейтральное. Есть, наверное, нейтральное определение. Кровение, то есть в божественном слове, запечатленном в сакральных текстах теоретических религий. В филудаизме Торой, в христианстве Библии, в исламе Кораном. Термин теология появился в античной Греции. Первоначально обозначал мифы о богах, эпические сказания, пророчества, трагедии. Исторически теология формировалась как способ рационального осмысления и защиты, апологии, понимания слова Божьего, присущего данному вероисповеданию в борьбе с в кавычках ложными религиями, прежде всего, языческим или вуками. Спасибо, Нон Ромата! В кавычках ернисими, сектами, толками. Но, может быть, это устаревшее определение, и сами теологи с ним не согласны. Они-то уже продвинулись, и теперь у них нормальная наука. Но давайте мы, собственно, к ним и обратимся. Вот самый первый, значит, сертифицированный теолог, который получил степень по теологии в Российской Федерации, Павел Хадзинский. Павел Хадзинский... Удобно, да? Какой-то первый что-то не то сказал. База. Хадзинский в своей диссертации написал, цитата, «Научно-теологический метод определяется специфическим уникальным предметом и источником теологического знания и подразумеваемым ими же личностным опытом веры и жизни теолога и свойственным всем гуманитарным наукам набором рациональных операций». То есть, во-первых, мы видим, что упоминается некий уникальный статус откровения. Ну, при этом упоминается в кавычках некоторые научные данные, которые, собственно, они там используются. Данные филологии, искусствоведения, там, не знаю, истории, еще чего-то. То есть, в этом плане, в этом плане это плюс-минус, ну, по крайней мере, делается под нормальное исследование. это, ну, трудно отрицать. Давайте так, это прям не то, чтобы совсем невозможно отрицать, но, по крайней мере, по крайней мере, попытку засчитать можно. Я так считаю. доказательности. Истинные веры, заключенные в откровении, остаются неизменными. Однако, после всех происшедших событий, и особенно философского переворота нового времени, возникает настоятельная необходимость в актуальном богословском комментарии. Да, это вам не Гарри Поттер. Спасибо. Сейчас. Какой-нибудь, это особая книжка, которая является источником каких-то дополнительных знаний, которые иными способами, видимо, мы получить не можем. А второе, это то, что среди методов познания, как бы научных методов познания, признается личностный опыт веры, того, кто эти знают. Ну, религиозный опыт в целом, что? В целом, что? Религиозный опыт есть, там, не знаю, индуктивный опыт, материалистический, научный, есть духовный опыт. Какая? Какая нахуй разница? Серьезно, вот какая разница? Для меня, на самом деле, просто никакой разницы нет. Что один, что одно опыт, что другой опыт. Удача, Рэдром. То есть, и то, и другой опыт, соответственно. Почему эти опыты неравносильны? Я, честно говоря, не до конца понимаю. Почему мы должны, например, опираться на научный опыт, так называемый, а, например, на религиозные опираться не должны совсем? При том, что он у нас есть. У нас оба вида опыта есть. Они добывают. То есть, вот теолог своим личностным опытом веры получил те знания, которые он потом излагает в своей диссертации. Надо ли говорить, что всё это никак не тянет на какой-то научный подход? Можно ли с помощью какого-то наблюдения или исследования опровергнуть чей-то личностный опыт веры? Нет, конечно. Ну, попробую опровергнуть, соответственно, я не знаю, хирургическую деятельность. Можешь ли ты опровергнуть деятельность хирурга? Хирургия наук? Теперь вопрос. Нет, это практика. Вообще-то не наука, это практика. Но в этом и заключается суть. Ну ладно. Как можно опровергнуть чей-то личностный опыт? Я могу вам сказать, что у меня есть личностный опыт того, что меня похищали инопланетяне. Можете в это опровергнуть? Я думаю, что вряд ли. Так и здесь. Можно говорить всё, что угодно, делать какие угодно выводы и при этом прикрываться тем, что вы занимаетесь наукой. Ну окей, здесь не было какого-то чёткого определения, поэтому давайте посмотрим ещё какие-нибудь источники. Вот что говорит о теологии профессор кафедры религиоведения Ранхикс Фридриховсиенко. Теология – учение о Боге, о его атрибутах и о мире, сотворённом Господом Богом. А религиоведение – это знание о религии. Задача теологии – утвердить человека в вере. Задача религиоведения – дать знание о религии. Религиовед может быть человеком и светским, и духовным, но религиовед не доказывает существование Бога. Он анализирует религию. Научное знание о религии не является ни религиозным, ни антирелигиозным. Оно объективно. Мировоззрительные выводы могут быть разными. То есть здесь очень чётко проследуется разница, что религиоведение – это нормальная наука, у неё есть предмет, который можно изучать объективными методами, не нужно апеллировать никакому личностному опыту, можно быть верующим, можно не быть верующим, можно узнать факты о религии. Да, тем временем религиоведы, используя религиозную феноменологию, апеллируют к личностному опыту верующих для получения определённых данных. Правда, они их всё-таки оценивают со стороны, мол, вот это приблизительно чувствуют верующие в данный момент. И заносят это в список. А теология – это учение о Боге, в сущности, в общем-то, существовании которой, мягко говоря, не доказано. Поэтому возникают вопросы, как такая дисциплина может считаться наукой. Может ли считаться наукой, например, криптозоология? Криптозоология тоже занимается изучением явлений, существований которых не доказано. Ну, никто не видел снежного человека, ну, кто-то говорит, что видел, кто-то, можно сказать, что это тоже какое-то чудо, человек видел снежного человека, на основании этого мы должны поверить снежного человека, и будем его изучать. Но это и есть демонстрация, как раз, абсурда, да, что, а чем, собственно, теология отличается от криптозоологии? Чем Бог лучше, чем, ну, Ахнецкое чудовище? Мне кажется, что здесь принципиальной разницы в методах исследования её нет. Давайте проведём ещё пару цитат от, собственно, сторонников теологии, то есть тех людей, кто являются бенефициарами всего этого. Вообще надо напомнить, что признание теологии в криптозоологии... То есть вместо того, чтобы зачитывать и опровергать всю диссертацию, он решил, соответственно, просто взять некоторые ссылочки, цитаточки. Ладно, бывает, бывает. Конечно, научная специальность. Опять мы одним, короче, видосом решили опровергнуть вообще всех вокруг без проблем. Как же круто. Как же круто одним видосом взять и всех разъебать теологов. А потом повторять до бесконечности эти аргументы, делая вид, что, как бы, мы молодцы. Да. Это произошло после того, как патриарх Кирилл вообще-то выступил в Государственной Думе, и после этого там зашевелились с принятием такого рода решений. Так вот, патриарх Кирилл сказал следующее. Теология является систематическим выражением религиозной веры. Ну, является ли систематическое выражение религиозной веры наукой? Нет, конечно, как выражение, не знаю, атеистических убеждений тоже не является наукой. Или выражение, убеждение о существовании летающего макаронного монстра тоже не является наукой. А вот еще одна цитата Хадзинского, то есть, собственно, первого защитившегося по теологии. Ну, вообще, патриарх Кирилл не богослов, как я понимаю. И он мог сказать по этому поводу любую чепуху. Так что, в целом, в целом прощается. Теология – это саморефлексия церкви. Что касается богословия, оно исходит из безусловного факта существования божественного откровения, заключенного в священном писании. Ну вот, безусловные факты пошли. Богословие включает в себя общее учение церкви, сформулированное церковью на основе писания. Все это я цитирую для того, чтобы показать, что я не перевираю взгляды теологов, да, я не создаю какое-то соломенное чучело. Так, а ты полностью их тексты приводишь? Просто на самом деле, на самом деле, ты понатыкал сейчас отовсюду? Понатыкал подовсюду? Вот тут патриарх Кирилл, вот еще кто-то, пятый, второй, третий, четвертый человечек. И так можно составить пугало, просто взяв и вырвав некоторые цитаты из контекста. Какого-то глубочайшего разбора, но здесь все равно нет и не будет, и не предвидится. И Панчин уже озвучил все эти аргументы миллиард лет назад, то есть, ну, на самом деле, ничего не изменилось. Если посмотреть, опять же, это видео Панчина, судя по всему, он с новыми материалами не ознакомился. Он использует материалы из 2007-2015 года, все так же, как и раньше. И, соответственно, ну, блин, ну все, закончили. Круто. Круто, Панчин, спасибо, что ты нам пересказал, что ты уже говорил миллиард раз. Новых добавлений я пока не вижу. Геология и есть самопознание церкви. Если гуманитарные науки, философия, история, геология действительно заинтересованы в создании церкви и научно-обоснованной концепции в своей области знания, точно так же они должны быть заинтересованы в развитии научной теологии. Они сами говорят, что теология, там, саморефлексия церкви, что она исходит с неких постулатов, которые являются для них. Спасибо. Спасибо язык лавр. Священными догматами и так далее, и так далее. То есть в этой риторике нет никакого намека на науку. Где, собственно, познание? Если наука покажет, что ложны ваши убеждения, что нет оснований считать, что какое-то чудо имело место быть, вы будете переписывать свои священные тексты? Да, конечно же, вы не будете их переписывать ровно потому, что наука занимается тем, что она строит какие-то выводы на свои наблюдения, а религия может отрицать какие угодно наблюдения для того, чтобы сохранить свои собственные убеждения. Безусловно, человек имеет право обосновывать истинность своих убеждений, может, какие угодно аргументы, пользоваться свободой слова, иметь любые убеждения. Да, но институализацию проходить в рамках, собственно, каких-нибудь научных вот этих всех штук он не может. Правильно понимаю? То есть делайте, что хотите, делайте, что хотите, но, пожалуйста, не откусывайте части бюджета от нашей науки, негодяи. Но давайте мы не будем называть это наукой, но, пожалуй... Давайте много чего не будем называть. Самое лучшее метафорическое сравнение, объясняющее, собственно, в чем разница между теологией и религиоведем, мне кажется, сделал религиовед Дмитрий Браткин. Ближайшая параллель к теологии, это как если бы фольклорист пропитался ценностями записываемой мифологии и начал доказывать, что мир возник из плаценты, которая вышла последом, когда первоженщина родила солнце от койота. Что, мол, никто не доказывает обратного, что, в принципе, эту первую плаценту можно... Спасибо. Хико-алкоголичка. Разница между православием и криптозоологией в том, что православие есть обрядность. Она есть очень древняя традиция, а криптозоология нет, а метод криптозоологии православия отличен. Вторая пользуется методами других наук, которые попланчены, но надо бы запретить. Откровение — это метод теологии. Ну да, окей. Ну, в целом, что? То, что это наука, я, наверное, не согласен, но то, что ее надо из университетов убирать, я тоже, наверное, не согласен. Как бы, асхуяли. Типа, по сути, у Панчина все сталкивается в ту область, что... Ну, мне это не нравится. Уберите, блядь. Уберите некрасиво. Некрасиво хочу по-научнее, чтобы было там, я не знаю, чтобы по-пизже. Хочу, чтобы хорошо, короче. Можно сопоставить с большим взрывом, что все остальные заражены естественно-научным высокомерием, что Ферабин доказал, доказал Карл, что наука ничуть не лучше мифологии. Но, полнее всего, аналогия с богословием, теологией будет, если этот фольклорист примет сторону одного информатора против другого. Мол, пророк-сидящий черепаха правильно говорил, что сперва койот победил ворона, а лишь потом соединился с первоженщиной. А эритик, лежащий вепрь, вложен, утверждал, что сперва соединился, а лишь потом победил. Хорошо. Нам нужно определить еще одно слово. Это вера. Ну, Хадзинский же использовал личностный опыт веры. Да, что такое вера? Ну, навалил и навалил, что я ей. Может, контент надо делать. Вера – это принятие чего-то с убежденностью, превышающей имеющиеся формально-логические или эмпирические доказательства. Вообще-то, по своему определению, вера – это когнитивная ошибка. Потому что в реальном мире, в реальной науке, да, есть вещи, в которых мы уверены, у нас есть хорошее доказательство, и там было бы ошибкой сомневаться. Поняли, в науке ошибка – это сомневаться, ребят. Ошибка – сомневаться в этих вещах. Ой, блядь. Ой, блядь. Как же эти тупые догматики уже заебали. Как же они уже, блядь, уверовали и преисполнились во всю эту хуйню. Ну, было бы ошибкой сомневаться, ребят. А наука при этом, она сомневается в этой. Не попутайте главное. Главное – не перепутать. Потому что наука-то, она во всем сомневается, но не во всем. Ошибка сомневаться – ошибка в итоге. Вот. Запомните. Сомневаться в науке – это когнитивная ошибка. Вот. А не сомневаться в науке – это не когнитивная ошибка, все нормально. Вот. Как-то так. Да, придумали. Если я вам говорю, что у молекулы воды формула H2O, вы говорите, а, нет, это всего лишь вопрос веры, никто точно не знает, вообще 50 на 50, то это ошибка. Нет, мы знаем, какая форма у молекулы воды. А вообще можно ли описать молекулу воды формулой? Может быть, это недостаточное описание, не точное? Ну, да ладно, кто я такой? Кто я такой, да? Но точно так же есть вопросы, в которых мы сомневаемся, да? Ну, например, мы точно не знаем, как произошла жизнь на нашей планете. Есть разные гипотезы, и было бы ошибкой сказать, что совершенно точно, однозначно первой молекулой была вот такая молекула, и нарисовать какую-нибудь там… Да, давайте какое-то ограниченное сообщество людей с очевидной идеологической подоплекой, то есть ученые, у них очевидная идеология есть, да? И методология, которой они пользуются, в которой они верят, веруют вообще без оснований каких-либо. Давайте доверять им все познание. Просто так, просто по приколу, просто доверяем им познание. Вот это классно. Вот это классно. Сомнений никаких, конечно, не вызывает, конечно же. А какие, блядь, сомнения могут быть? Какие, блядь, сомнения могут быть? Это же, блядь, ученые. Святые люди. Святые люди. Они, если вот и ошибаются, то они всегда признают, что они ошибаются. Ай, блядь, стоп. Нет, они не всегда признают, что ошибаются. Они же пиздят еще иногда. Бывает, они могут лет так по 200-300 посидеть, попиздеть, а потом оказывается, что какая-нибудь там теория Ньютона неверна, блядь, внезапно. Ой. Ой-ой-ой, блядь, да, простите, 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 блядь, больно. Молекулы РНК конкретно из 150 нуклеотидов. С чего вы это взяли? Это никак не обоснованно. Явно утверждение не вытекает из имеющихся эмпирически-формально-магических доказательств. В нормальном мире, в науке, мы разным утверждениям приписываем разную степень вероятности, разную степень убежденности в этих утверждениях. Есть вещи хорошо установлены, там наша уверенность стремится к единице, есть... Я получил донат... А, блядь, вот Ютковский, кстати, прошел. Вот Ютковский идет сейчас. Ищи очень сомнительные, и там наша уверенность стремится к такому случайному угадыванию. Мы не должны завышать вероятность того, что такое-то утверждение верно. А зачем мы завышаем вероятность, например, теория эволюции тогда? Давайте прям банально сделаем такое мысленное упражнение, подставим формулировку, это определение. В ходе своей научной работы я пользуюсь таким методом, как преувеличение уверенности в том или ином утверждении сверх эмпирических или формально-логических доказательств. Если бы мы пользовались формально-логическими доказательствами, мы бы давно признали, что теория эволюции просто недоказуема. В принципе. Но да ладно. В общем, несмотря на подробную критику теологии, несмотря на то, что на диссертации по теологии писались отрицательные отзывы от разных ученых, несмотря на все это, проблема никуда не делась, она остается, теология существует, а есть люди, которые являются как бы апологентами. Теологии, которые пытаются приводить какие-то возражения, но чтобы убедить нас с вами, что нет, все-таки это все правильно, теология должна быть общепризнанной научной специальностью. Ну, теология в университетах была реально с самого начала. Ну, правильно сделал, что назвал. Заслуженно. Так вот. Так вот, теология в университетах традиционно, изначально и в целом она там была, и, наверное, я не знаю, должна быть. Должна? Хрена ее знает? Нет. Ну, непонятно, по крайней мере, а почему в университетах должна быть только наука, и в школах, кстати, тоже. У меня здесь возникает главная проблема, я вот этого не понимаю. То есть это буквально какая-то радикальная группа шизофреников злых, агрессивных, которые выступают против любой формы плюрализма в университетском образовании, получается. Я же правильно это трактую, да? То есть только наука должна быть. Ну, это, не знаю, это что-то на уровне, не знаю, ну не исламского государства. Но давайте так. Если мы исключаем насилие и убийство, то это, в принципе, вполне достаточно радикально, чтобы сравнивать с исламским государством. Такая же степень радикальности. Такая же степень тотальной радикальности, на самом деле. Вот. Только наука. Поехали. Круто. Только ислам, только ислам, только праведных халифов, и все. Понятно, поняли, приняли. Можно воспользоваться опытом МИФИ, где существует... Не, ее вроде не заказывали, но я ее видел, я ее комментировал у себя в группе. Кафедра теологии и храм, которому... Это вроде не его статья, это статья его товарища какого-то. ...дан статус лаборатории духовно-нравственного просвещения. Можно также воспользоваться опытом Екатеринбурга, где кафедра теологии включает два отделения, православное и исламское. Перенять опыт военно-патриотической работы в МИИ и так далее. Могут быть здесь аргументы у сторонников теологии. Тридц заключается в том, что вот есть, на самом деле, давний спор физиков и лириков. И вообще, с тем же успехом можно было бы критиковать другие гуманитарные науки, которые ничем не лучше, чем теология. Хотя мы знаем физики-лирики, у нас принято к гуманитариям относиться, ну, как-то скептически, не понимая, как оно внутри... Нет, нет. Так, чел, подванчин, нет-нет, просто у тебя критерий такой, все, что не наука, выходит. Гуманитарий, ну, не наука. Все, пошли нахуй из университетов. Ты критерии вел, панчин. За критерии отвечай, либо переформулируй как-то. Нет, 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 слушай. Во-первых, я хочу сказать, что такая аргументация, она оскорбительна, прежде всего, для гуманитарных наук. В истории, например, да, там, вопрос... В истории не гуманитарная наука, долбоеб, блядь, необразованный, сука. В том, что существовали Петр Первый, это не вопрос, а мнение. А то, что каждый дурак знает, что Петра настоящего подменили. А мне нужно... Ну, существование Библии, это тоже не вопрос веры. Существование церкви, это не вопрос веры, например. Ну, то есть, у теологии тоже есть такие вещи, которые являются буквально, ну, как бы, вполне так себе, фактами. Ну, типа... Да, бытие Бога не является, но давайте так. Естественно, отбор тоже не является фактом. А если является, где мне его потрогать, посмотреть, увидеть? А нигде? Нигде его нельзя потрогать, увидеть и посмотреть. Это абстрактный механизм. Короче, если подытожить, я как теолог с искусствоведческим уклоном, у нас на кафедре попы не преподают, кстати. Могу сказать, что они не понимают ни в теологии, ни в религиоведении, ни в чем, да и мягкий знак. Он буквально соломенную куклу делает и ебет ее. Ну, по факту. Так проблема заключается в том, что он этой хуйней уже больше 10 лет занимается. Больше всего поражает то, что он этой хуйней занимается, видимо, с 2007 года. Ну, или с 2015. В лучшем случае, с 2015. Понимаете, в чем дело? То есть, уже прошло довольно много лет. Уже почти 10 лет прошло с тех пор, как он озвучивает одни и те же аргументы на эту тему. Я понимаю, что Панчин везде так халатно подходит к своей аргументации. Это прям дико, конечно, выебывает. То есть, ну, как мне кажется, я, например, в своей аргументации за последние 10 лет против науки, я вот с такого низкого уровня, ну, до своего уровня современного дошел. Это был очень долгий, очень серьезный путь. Это был очень долгий, очень серьезный путь. И я вижу, как я, собственно, эволюционировал, и насколько хорошо я, соответственно, сейчас озвучиваю критику. Ну, по-моему, из антисиентистов никто так хорошо не озвучивает больше. Если вы прочитаете сумму антисиентизма, там разбор огромного количества разных позиций и критика к ним. Вот сиентических. Да, разбор разных сиентических позиций, критика к ним. Если есть какие-то более сложные позиции, вы, конечно, мне их предоставляете, но я учел очень много чего на самом деле. То есть, неожиданно это очень хорошая книга получилась, как мне видится. Можно, конечно, сколько угодно выебываться, отрицать и так далее, так далее, так далее, но многие аргументы там, на мой взгляд, еще и сильные дополнительно к этому. Есть слабые аргументы, есть сильные аргументы. Совсем слабые я вроде бы убрал. Вот. Можно обращаться к какому-то священному откровению, вам не нужно молиться Господу Богу, вы можете проанализировать источники, причем... Ну, с другой стороны, от Кардаша никто ничего другого не ожидал, потому что человек-то, он не очень умный. Ну, да ладно. Есть проблемы, когда разные источники могут давать немножко разную информацию, и существуют способы проверки, какие источники более надежны. И так далее. Я не историк, я не буду делать вид, будто бы я понимаю все нюансы. И, конечно же, в гуманитарных науках есть свои особенности, есть свои подходы, которые им свойственны. Но чего нету в нормальных гуманитарных науках, так это убежденности в том, что существуют какие-то сверхъестественные силы. Блядь, челла, философия как тебе? Где буквально там половина, не половина, огромное количество людей убеждены, что существуют сверхъестественные силы, и об этом ведутся споры. Даже в аналитической философии есть отдельная метафизика, где все это обсуждается, блядь. Попытка объяснить какой-то процесс с помощью сверхъестественной силы, указания о том, как правильно себя вести или как правильно молиться. Этого нету в нормальных гуманитарных науках. Ну, например, в биологии полно примеров откровенной чуши. В моей альмаматор МГУ, к сожалению, один профессор, настоящий профессор, между прочим, кстати, с ученой степенью, доктор наук, который считает, что можно лекарства записывать на компакт-диски, а потом на компакт-диск поставить стакан с водой, зарядить эту воду, и после этого можно этой водой лечиться от разных заболеваний. Нужно ли вам быть кандидатом в биологию, чтобы понимать, что это бред? Конечно же, нет. Точно так же, как люди с историческим образованием имеют право обращать внимание на то, что кто-то несет какой-то бездоказательный бред в области естественных наук, так и мы можем кем бы мы ни были обратить внимание на то, что, простите, но личностный опыт веры это не научный подход. Ну, не научный, и все. Ну, как это еще нужно объяснять? Теология. Почему? По каким критериям не научный? В фальсифицируемости нет, но в гуманитарных науках тоже нет фальсифицируемости. По какому критерию он не научный? Что значит не научный? Почему это нужно объяснять, да? Почему это... Как это объяснить, ребят? Как это объяснить? Поясните Панчину, пожалуйста. Как это объяснить? Панчин не понимает. Обозначь критерии, которые ты считаешь научным важным. Мы поспорим о критерии, посмотрим, нормальный ли это критерий, подходят ли под эти критерии другие там так называемые науки. Вот. Ну и определим, наука не наука. Она не является гуманитарной наукой, она не является наукой вовсе. Почему фундаментальные принципы теологии антинаучны? Потому что теология исходит из того, что у них есть божественное откровение, которое не подлежит сомнению, и из этого божественного откровения вытекает в том числе существование Бога. Ну, гегелианцы по типу Муравьёва исходят из того, что Гегель достиг конца философии, он, блядь, абсолютно прав, он гений, он молодец. Марксистские философы, социологи, психологи и так далее исходят из того, что Карл Маркс – великий, абсолютно тотальный гений, который всё знал, и он всё правильно ответил про эти классы, хуясы и так далее, так далее. И так далее, это всё объективно существует, и Карл Маркс молодец. При этом это отдельное направление в какой-нибудь там социологии, психологии, философии и так далее. Не, ну, как бы, бля, панчину бы немножко почитать про другие дисциплины, что ли. Вот совсем на базовом уровне немножко почитать, потому что то, что я озвучиваю, я же озвучиваю не из какого-то состояния, знаете, тотального ознакомления и знания. Я просто слышал об этом. То есть я в это видел, я знаком с некоторыми людьми. Их позиции я достоверно не знаю, но, как бы, ну, я знаю, что эти люди есть, и у них есть степени, и они занимаются теми или иными дисциплинами. Есть, например, Звонов, который как раз психолог, и одновременно с этим он с уклоном, ну, собственно, в такую советскую марксистскую психологию. Вот как бы такой нюанс. Как ни странно, как ни странно, как ни странно, панчин просто себе не представляет, чем занимаются люди из разных дисциплин. И то, и другое утверждение нефальсифицируемо. Наука работает с утверждениями, которые потенциально можно опроверовать. Могут появиться какие-то свидетельства. А как фальсифицировать величие Пушкина? Можно, пожалуйста? Какое свидетельство должно быть, чтобы фальсифицировать величие Пушкина, например? Панчин сейчас начнет придумать какие-то рандомные критерии, а что делать, если критерии этими гуманитариями, например, не придуманы? Ну, вот как бы, вот если они в дисциплине, не пользуются какими-то подобными критериями. Как, например, Жареного опровергнуть в том, что Пушкин велик? Какая есть возможность? Что нужно сделать? Ну, я, например, предлагаю, давайте по уровню продуктивности смотреть. Если Пушкин великий, продуктивный автор, красавчик и молодец, то, скорее всего, мы просто столкнемся с тем, что у Пушкина, вот, ну, как бы уникальные работы. Да, но они не уникальные. И Байер Жарен скажет, да нет, уникальность это хуйня. Потом мы скажем, ну, давайте, не знаю, какую-нибудь стилистику охуенную смотреть. Есть ли у Пушкина какая-то интересная, крутая, абсолютно оригинальная стилистика, которой нету больше ни у кого? Да нет, у него довольно обычная стилистика для своего времени, на самом деле. То есть даже у Лермонтова поинтереснее. Вообще, почти у кого угодно интереснее. Ой, ой, как неинтересно, да, получается. А что, что у Пушкина, собственно, есть? Что его отличает? Да не, все нормально, это только комплекс, это надо чувствовать, вкус должен быть, понимаете? Ну и все, они фальсифицируем, получается, что Пушкин гений. Которые скажут вам, что вы неправы, и вам придется свою точку зрения пересмотреть. Теология этого не подразумевает, что те, кто и занимаются... Внутри теологии можно пересмотреть огромное количество точек зрения. Нельзя сомневаться только в некоторых положениях, например, в том, что Бог есть, и откровение, собственно, что-то дозначит. То есть вы понимаете, в чем тут проблема? В принципе, по определенным правилам теолог готов признавать ряд ошибок. Ну, как и любой другой специалист, включая специалисты в науке, он просто не будет отказываться от некоторых положений, которые являются фундаментально важными для его исследования. Но на основании этих положений он может договориться с другими специалистами о том, ну как, это принимать за верное или не принимать за верное. Ну все. Все дисциплины приблизительно так же работают, включая, естественно, научные. Мы договариваемся о определенных критериях, а потом пытаемся выяснить, ошибаемся мы или не ошибаемся в соответствии с этими критериями. В ходе своих научных исследований появится вывод о том, что Бога нет, или что откровение ложное. А вы придете в результате своих научных исследований к тому, что мир ненатуралистичен? Нет, вы не можете этого сделать. Так, Никита, важно не то, что можно или нельзя, важно, что филологи делают все возможное, чтобы это нельзя было никаким образом фальсифицировать. Просто величие, просто вкус, просто вот такие вот вещи, вы не понимаете, это мы филологи, мы крутые, понимаете, Никит? Вот. В этом и нюанс. Но я буквально еще раз подчеркну, что любая дисциплина работает по таким законам. Есть определенные базовые убеждения, без которых дисциплина не может существовать. И в социологии они есть, и в разных направлениях философии они есть, и в платонизме они есть, и в теологии они есть, и в естествознании они тоже есть. Если мы отказываемся от этих убеждений, все, можно спорить о чем угодно, можно абсолютный скептицизм включать, и там основные факты положения могут оказаться неверными. Даже просто обычные наблюдения могут неправильно трактоваться, если мы просто отталкиваемся от тех признаков, принципов, которые мы избрали для науки. Все, мы говорим, мир нематериалистичен. Все. То есть они говорят, мир материалистичен, а мы говорим, мир нематериалистичен полностью. Все, что мы видим, нематерия, и, следовательно, это все надо описывать другим языком и применять другие совершенно образы. То есть мир развивается неестественно, а благодаря какому-нибудь там духу, богу, там еще чему-нибудь. Все, совершенно другая картина мира получится из этого. Хотя факты те же, наблюдения те же, но картина мира совершенно другая. Как-то так. Ну, Панчин, к сожалению, не понимает относительность науки как таковую. Для Панчина наука абсолютно в своей методологии, ну, и поэтому он проявляет себя как радикальный фанатик, который уверовал в науку, в ее методы, и даже если наука далеко не всегда дает правильные ответы, по мнению Панчина, то она дает их иногда. Иногда есть ответы, в которых мы можем быть на 100% уверены, но это исходит из определенных принципов. Вот. Там все неправда, Иисуса не было, или что-то в этом роде. Это невозможно. И еще один аргумент, который часто звучит в защите теологии, что, ну, никто же не доказал, что бога нет. Поэтому вот, во всякий случай, надо изучать. Для меня это тоже очень смешной аргумент, потому что я уже приводил параллель, допустим, вот есть нормальные зоологии, которые занимаются изучением животных, которые существуют, а есть криптозоологии, которые занимаются изучением животных, которых никто не видел. Тоже можно было сказать, что формально никто не доказал, что йети не существует, что чупакабры не существуют, что липо иконы не существуют, что феи не существуют. Все эти существа, это как бы немного не про то. Бог все же, да, если мы берем его такого-то, вот этот, собственно, монотеистический бог, это необходимый источник мира, по мнению христиан, да, он необходим, и они всячески пытаются доказать его необходимость. Окей, доказательство может быть неокончательное, абсолютно неубедительное для многих людей, особенно для атеистов каких-нибудь, да? Но все же, с другой стороны, вот у нас есть христианство, которое дает нам буквально ответ о том, как там все это появилось вокруг нас. А есть, соответственно, наука, которая, ну, блядь, что-то большой взрыв откуда-то возник, пук-пук, че-срень-срень, там эволюция, тоже непонятно, откуда она появилась, пук-пук-срень-срень, она типа есть, да, и так далее, так далее, так далее. А откуда жизнь появилась? Ответа нет. А откуда большой взрыв? Тоже ответа нет. И так далее, так далее. Ну, вы понимаете, да? Притом, понятное дело, что все это не могло появиться из ниоткуда, а следовательно, оно существовало вечно, блядь, что ли, а если оно существовало вечно? Как оно? Это вообще почти невозможно себе представить, чтобы оно вечно существовало. А с другой стороны, невозможно представить, чтобы Бог вечно существовал, на самом деле, в каком-то смысле. Но хоть с другой стороны, оно вне времени и пространства, так что ему можно. Да, Бог здесь в каком-то смысле исключение. Короче, хрен его знает. Тут все же разница большая есть. Бог — это в каком-то смысле архе? Начало. То, из чего все остальное произрастает и проистекает. Можно пойти дальше и сказать, что никто не доказал, что покемоны не существуют. Бля, ну, стоп, Панчин, там буквально твой клон слева. При этом нужно ввести науку, покемонологию. Можно изучать принципы эволюции, как через арт образуется из Чармандера, как Пикачу... Чармандера, блядь, опозорился. Ну, создает электричество. Эволюционная биология покемонов. Самое смешное, что у этой науки формально и все те же самые претензии на то, чтобы считаться наукой. Ну, если мы принимаем аргументы теологов, можно объявить какие-нибудь комиксы оригинальные про покемон. Ой, господи, вся эта хуйня про комиксы, хуйомиксы. Это настолько устаревшая хуйня с паблика Атеиста. Ну, ты, блядь, почитай материалы. Ты почитай материалы, ты ознакомься с аргументацией. Ну, Панчин, ну, блядь, ну, это уже сколько можно, ну, сколько лет. Сколько лет все это длится. Ну, это же, блядь, это же бесконечно. Бог отличается от Человека-паука, по крайней мере, тем, что в рамках тех или иных представлений он является необходимой сущностью. И есть ряд попыток этого доказательства, да, что что-то должно возникнуть из чего-то там, и так далее, и так далее, и так далее. Да, аргументы не до конца. Аргументы не до конца убедительные, конечно, но они какие-то есть. И в данную картину мира Бог внедряется идеально. Ну, вообще в нашу картину мира он идеально внедряется в рамки наших феноменов, он нормально так внедряется. И все, в принципе, работает более-менее, как часы. Вот. А когда Бога нет, мы такие, блядь, пук-пук, сринг-сринг, большой взрыв, ну, эволюция, не знаем откуда, не знаем откуда большой взрыв, но как-то эти естественные процессы получились. Пук-пук, сринг-сринг и так далее, так далее, так далее. Ну, прикольно, конечно, да, все. Попытка объяснить все через естественное. Может быть, мы когда-нибудь объясним, откуда большой взрыв, может быть, мы когда-нибудь объясним, откуда там у нас, не знаю, эволюция, да, там, а биогенез, все дела, разные теории. Это да. Но это будет когда-нибудь. А прямо сейчас, а прямо сейчас, вот у людей есть концепция с Богом, которая объясняет литерали все. И людям, которым хочется знания, они ее выбирают. Ну, знания, которые хотят думать, что они знают. Например, они ее выбирают. Ну, или люди, которые во что-то верить надо, к чему-то стремиться. Покемонов священным писанием, откровением. Кто нам может это запретить сделать, да? Мы скажем, что это наш личностный опыт веры. Я лично верю в то, что эти комиксы отражают некоторую правду, истину. И, соответственно, я из нее вывожу существование покемонов. Ну, раз в книге написано, что покемоны существуют, значит, покемоны существуют. Охуительные аналогии, когда речь идет об неаналогичных вещах. Просто Бога, наверное, надо сравнивать не с покемонами, что покемоны – это потенциально, ну, как бы ощутимые объекты. Вот. Это буквально объекты, ну, в теории должны быть, которые мы можем пощупать, потрогать, тренировать и так далее, так далее, так далее. Бог же нет. Бог здесь сравнение, скорее, сравним с каким-нибудь, там, не знаю, бозоном Хиггса, еще какой-нибудь хуйней, такой большой, такой значимый, онтологически имеется в виду. Небольшой, а значимый имеется в виду, значит, онтологически значимой хуйней. То есть в этом плане Бог имеет особый статус. И поскольку он имеет особый статус, здесь аналогия совершенно неподходящая. А значит, их можно изучать, и вот вам моя, пожалуйста, диссертация. Извольте дать не степень кандидата наук, и после этого извольте финансировать мои исследования государственного бюджета. По-моему, прекрасная совершенно схема. Вообще, надо сказать, что если этот аргумент использовать, то можно и по-рубому сказать. Вот есть, допустим, у меня божественное откровение о том, что теология – это псевдонаука. Я это доказал своим личностным опытом веры, и поэтому дальнейшие доказательства не нужно, а, собственно... Это же пиздобол, у тебя нет этого опыта веры. Ну вот я проек существования Бога теми же... Проблема заключается в том, что у этих людей есть религиозный опыт, а у тебя нет религиозного опыта того, что, соответственно, теология не наука. Методами, которыми теология обосновывает его существование. Еще один аргумент, который часто приводят сторонники теологии – это посмотрите на Запад. Вот на Западе есть университеты, институты, в которых теология признана научной специальностью. Вся университетская система выросла из двух предметов – теология и философия. С этого все началось. И поэтому возвращение теологии в университетскую систему – это просто восстановление справедливости, тем более, что во многих западных университетах она никогда из университетской программы и не уходила. Там тоже защищают какие-то диссертации, поэтому теология – это наука, она, более того, всемирно признана. Тут есть очень много нюансов. Ну, во-первых, конечно, сама по себе апелляция какой-то там традиции. В некоторых странах сами университеты изначально занимались тем, что там изучали богословие, а потом уже появились какие-то другие предметы и дисциплины. Ну, не суть. Сам по себе аргумент апелляции и традиции не очень научен, поэтому тут уже есть некоторая дыра. Но давайте по этому принципу... Блядь, а при чем здесь университеты и научность? Почему университеты должны быть обязательно научными? Я просто вот не понимаю здесь этот тейк. Почему в университетах должно быть только все научное? При том, что традиционно у нас получается так, что да, сначала там была теология. Ну, там философия всякая, теология, респруденция, медицина. Вот такие дисциплины. То есть, по сути, исторически, если вот историческую справедливость попытаться соблюсти, то это вот они, вот эти вот сиентисты, ученые всякие, вот эти вот физики, шизики, хуизики, это они гости в университетах на самом деле. Они сейчас пытаются строить хозяев самостоятельных. Да, они просто ворвались в определенный момент во всю эту структуру. Ее, так скажем, завоевали. Ну и все, теперь делают вид, что только они должны быть здесь важными, главными, охуенными. Ну, в университетах она была. Ну, можно, конечно, убрать, я не знаю, ну, а какой смысл? Ну, скажем, а почему, собственно, на запад? Давайте обратимся на восток. На востоке, там, в Индии есть Бенорецкий институт астрологии. Там занимаются астрологии, ее изучают на полном серьезе, поэтому астрология – это всемирно признанная наука, и мы должны по ней выдавать ученые степени. Чем это хуже? Наоборот, восток мудрее, чем запад, особенно с точки зрения наших духовных скреп. Можно же так сказать? Окей, давайте запад рассмотрим. На западе во многих странах, например, гомеопатия входит в систему медицинского страхования. То есть государство признает гомеопатию как легитимный метод лечения. Хотя мы знаем, что в гомеопатии нет ни единой молекулы действующего вещества, ну, в большинстве гомеопатических препаратов. Есть куча научных исследований, показывающих, что гомеопатия лечит не лучше, чем эффект плацебо. То есть получается, что такими аргументами можно обосновать научность гомеопатии, астрологии, чего угодно. Человечество, к сожалению, иногда ошибается. Я ошибся? Я могу один раз ошибиться? Бывает так, что люди признают, причем коллективно признают какую-то ерунду за какую-то истину. Теорию эволюции, например, да, бывает. Или за науку, или еще за что-нибудь. Это не значит, что мы должны идти на поводу. Мы должны требовать каких-то пруфов того, что то, чем вы занимаетесь, это на самом деле наука. Ну, слушай, если по академическим критериям подходить, у них есть определенный подход, у них есть определенные критерии, они могут отвергать те или иные, собственно, работы, если они не соответствуют данным критериям. Там есть методы, помимо откровения, которые позволяют понять, насколько, соответственно, то, чем они занимаются, ну, хоть в какой-то степени релевантно. Есть исторические методы, которые позволяют, собственно, с историей все это рассматривать. То есть да, бытие Бога, понятное дело, доказывать, это, конечно, такое себе, но есть в рамках теологии довольно интересные дисциплины, которые где-то на смежной области находятся рядом с религиоведением тоже, и тоже результаты исследования религиоведения могут использоваться. То есть в каком смысле, в каком смысле теология, как университетская дисциплина, это все же что-то более серьезное, чем просто клуб по интересам людей, которые просто, знаете, по приколу собираются и веруют в религию и ничего не делают. Более того, Панчин постоянно говорит, что тупые там всякие эти веруны, нихуя не знают, нихуя не аргументируют, нихуя доказать не могут, и вот наконец-то у этих в кавычках тупых верунов, напоминаю, я не считаю верунов тупыми, да, вот у этих в кавычках тупых верунов наконец-то появляется некоторая организация, да, внутри университетов, которые пытаются что-то где-то доказать, у которых выдают степени разные. То есть появляются определенные критерии, подходы, определенные правила, по которым защищаются материалы, а Панчин и тут против этого, то есть он хочет, чтобы они собирались в какие-то кружки, у них никогда не было никакой возможности отвечать науке, придумывать какие-то аргументы против науки, сиентизма и всего остального, да, они хотят, Панчин хочет, чтобы все было вот так, как ему нравится, чтобы его любимая наука доминировала, а все остальные просто в говне находились и ни в коем случае не росли, не усиливались и просто стояли на месте. Ну, идеально. Во многих странах теология – это такая вещь, которая отдается некогда дань уважения, да, в прошлом это считалось наукой, это изучалось, остались какие-то отголоски этого, но потихонечку все это уходит на задний план, и другие гуманитарные науки занимают место того, что раньше там тех факультетов, которые раньше занимались изучением теологии, то у нас тренд направлен в противоположную сторону, то есть у нас как будто бы все больше и больше усилий вкладывается в развитие теологии, как будто бы предполагается, что именно благодаря теологии случится следующий какой-то научный рывок, что вот за этим будущее, за этим прогресс, это смешно. Ну, четвертый аргумент, который я часто слышал в защиту теологии, заключается в том, что, ну, постойте-ка, но ведь есть столько выдающихся верующих ученых, и некоторые верующие ученые, они намного круче, чем вы, кто вы такой, в общем, чтобы спорить с, не знаю, Исааком Ньютоном, он же был верующим, правда, он был еще и еретиком, но неважно. Ну, а как же Михаил Алан Абламоносов? И дальше по списку, включая Ньютона и прочих великих ученых, которые совмещали научное знание с религиозностью. Действительно, среди верующих есть очень классные, выдающиеся ученые, среди моих коллег есть верующие, я их очень уважаю. И речь не о том, что наука каким-то образом говорит, все, если ты занимаешься наукой, ты не можешь быть верующим. Это не так, нет такого тезиса с моей, допустим, стороны, стороны критиков теологии. Если этот аргумент развивать, то мы должны снова прийти к выводу о научности очень странных сфер человеческой деятельности. Но вернемся к той же астрологии. Да, были выдающиеся ученые, например, тихо брат. Так, стоп. Какое определение ты науке даешь? Я просто не до конца понимаю. Там был опять же, опять же, заявок Попперу была, я помню. Была заявок Попперу, но, блин, большинство, большинство дисциплин Попперу не соответствует. Все, забейте, закрыли. Видимо. Я не понимаю, что Панчин вообще, в принципе, хочет. Что ему надо? Рагия, Кеплер, которые практиковали астрологию. Кто вы такие на фоне Кеплера, простите меня? Вы же не добились, вас в учебниках не описывают. Очень странный аргумент. Но можно даже привести и современных ученых, которые верили в астрологию, в том числе и нобелевских вариатов. Например, Керри Малис. Это очень известный биолог, который открыл полимеразную цепную реакцию. Если вы когда-нибудь делали тест на COVID-PCR, вот он придумал этот самый ПЦR. У него были некоторые очень своеобразные взгляды на мир. В том числе он был апологетом астрологии. Так что ж, получается, что среди сторонников астрологии есть ученые. А среди ученых есть сторонники астрологии. Значит, астрология – это наука. Нет, это не аргумент. На самом деле, наиболее красноречиво о содержании теологии как науки говорят те исследовательские подходы, которые оправдывают, защищают ее наиболее ярые адепты. Давайте мы сейчас посмотрим на некоторые аргументы, например, в пользу чудес или что-нибудь в этом роде, которые приводят сами практикующие теологи. Среди таких практикующих теологов, ну, один из самых, наверное, влиятельных в России – это Иларион Алфеев. Человек, который, собственно, и сделал теологию научной дисциплины в России. Ну, во всяком случае, внес, наверное, наибольший вклад – это был такой его личный, если угодно, проект. И очень интересно посмотреть, как выдающийся ученый обосновывает, например, почему мы должны верить в библейские чудеса. Я сначала простым языком сформулирую, а потом дам вам прямую цитату. Простым языком звучит примерно так, что вот есть же люди, которые были свидетелями на свадьбе. И мы же не ставим под сомнение свидетелей на свадьбе, которые говорят, что вот Вася и Маша поженились. Ну, так и в Библии у нас есть свидетели, поэтому нужно им доверять. Вы, может, сейчас посмеялись, но вот вам теперь прямая цитата. Если мы рассматриваем Евангелие как свидетельство, то единственная для нас возможность их по-настоящему оценить – это подходить к евангельскому тексту с доверием. Если мы не доверяем свидетелям, лучше нам их не слушать. Ведь если бы следователь пытался... Бля, не скоро, Владислав, ты сам в кавычках оплатил еще до хуя времени, Адазина. ...следовать некое дорожное происшествие, но заведомо объявил показания свидетеля недостоверными, он ничего бы не выяснил. Значит, доверие к евангельскому повествованию есть предпосылка к тому, чтобы его по-настоящему понять. А поскольку он говорит об Иисусе Христе, как Боге и человеке, соответственно, только таким образом этот текст и раскрывается. Похоже, что Иоанн Ауфеев не читал, например, Карла Сагана, потому что дабы он знал. Бля, да кому нахуй надо читать Карла Сагана? Лучше бы его никто вообще не читал. Кроме его, собственно, работ по нормальным каким-то темам, которые касались его собственной специализации, его реально лучше не читать. И тезис, достаточно распространенный среди людей академических кругов, что невероятные заявления требуют невероятных подтверждений. А, все равно не надо было читать. Это не просто та какая-то прихода. Этого не надо было читать, действительно, это кринж ебанутый. Да, если я вам скажу, что я вчера на улице встретил женщину, то вы, скорее всего, мне поверите. Это высоковероятное событие. Если я вам скажу, что я вчера на улице встретил инопланетянина, то основание... А если ты мне скажешь, что жизнь развивалась на протяжении миллиардов лет, собственно, виды сменяли друг друга с помощью разного рода мутаций и так далее, так далее, так далее, это не сверх какое-то суперзаявление, которое требует сверх каких-то доказательств? Разве нет? А, ну, простите, это наука, она не требует. А вот ты скажешь, что у нас есть эти доказательства. Ну, они не очень достоверны, эти доказательства, к сожалению. Хотелось бы, чтобы они были достоверны, но нет. Они для сомнений у вас будут гораздо больше. Это же не полная индукция, а хуевое доказательство. Странно, да, объяснять такие очевидные вещи, но степень доверия к свидетельским показаниям, она пропорциональна тому, насколько то, что говорит свидетель, в принципе, правдоподобна. Если следователь услышит от свидетеля ДТП, что ДТП произошло потому, что из-за угла выбежал тираннозавр и раздавил одну из машин, то, наверное, следователь ДТП конкретно этого свидетеля не будет воспринимать всерьез. Утверждение о том, что кто-то воскрес или был исцелен от какого-то неизлечимого заболевания, это утверждение, ну, очень маловероятное. И поэтому к такому невероятному заявлению требуется больше подтверждений. И свидетельских показаний нам явно будет недостаточно. Ведь очень много людей, которые заявляют, что их похищали инопланетяне. Делаем ли мы из этого вывод, что инопланетяне однозначно существуют? Есть куча людей, которые утверждают, что именно они являются пророком, что с ними общался Бог из разных религий, из разных сект. Но нет, большинство сторонников одной религии отрицают пророков других религий, у которых тоже есть личностный опыт, свидетельские показания, какие-то чудеса, о которых кто-то когда-то где-то написал. То есть на самом деле и сторонники, допустим, православной теологии, они в большинстве случаев своей практики, они не принимают свидетельские показания за некую истину в последней инстанции. Ну уж точно не принимают свидетельские показания Гагарина, которых в космос летал, Бога не видел. Но это так, шутки ради. Но для своей религии они делают такое исключение, что вот наши свидетели, те, которые подтверждают нашу точку зрения, вот им-то и нужно доверять. Этим не нужно, нашим нужно доверять, потому что они подтверждают то, во что мы и так верим. Ну в науке точно так же это работает, только на более сложном уровне. Вращаемся к той самой истории, что вера это про то, чтобы подтверждать свои собственные убеждения, несмотря на какие-либо факты, свидетельства, наблюдения. Но если покопаться в истории теологии, то по неправильному пути она пошла еще очень давно. Один из самых известных богословов вообще всех времен и народов это Фома Квинский. Фома Квинский знаменит тем, что он предложил некоторый набор так называемых доказательств существования Бога. И я просто не могу перестать удивляться тому, насколько они забавны, насколько они нелепы. Вот пример такого доказательства, да, я его не... Бля, чувак, ты бы хоть, не знаю, историю философии изучил перед этим. В целом для того времени, ну как, пойдет, не пойдет, это, конечно, такие все доказательства, но, блин... Немножко упрощу, но смысл при этом не будет искажен. Существуют вещи разной степени благости. Давно мучает вопрос. Вот чисто по-человечески Панчин мудак или просто странный человек? Да, у нихуя не странный, у норме сорт. В этом и проблема, это сейчас нормество. Это вот норма. То, что Панчин нам сейчас показывает, это обычная, типичная, распространенная норма, обычный сайентист. Даже вполне так себе, ну как, среднестатистический, ну, может быть, даже лучше, чем среднестатистический, потому что со степенью более умный и так далее, так далее, так далее. Вот. Но это обычное положение дел в сайентизме, в науке. Вот такие там люди в основном. Ну, как такие? Ну, такие приблизительно. Вот об этом же они вещают. Вот приблизительно такие же представления о философии. У многих о религии такие вот представления. У нас, конечно, там будет еще Алексей Саватеев скоро, но Саватеев прям совсем странный дядька. Он прям совсем не свой, не свой для многих в этом плане. Вот. А Панчин прям свой-свой-свой. Прям типичный сайентист. Нормис. Нормис, сайентист и все. Ну, ему, конечно, как и любому ученому, лень интересоваться философией, лень интересоваться разными религиями, лень изучать позиции своих оппонентов. Поэтому он на протяжении десятилетий берет и обосновывает буквально одни и те же вещи, которые он уже обосновывал точно так же семь лет, там, не знаю, восемь, девять, десять назад. Он не развивается в спорах, потому что он думает, что он уже разъебал уже тогда эти тупые веруны, ему ни на что ответить не могли. Ему там говорят, что ты неправильное определение там сделал. Знаете, ему нередко выдвигают такую критику, с которой невозможно поспорить, потому что Панчин просто не понимает периодически предмета спора. Но спорит. Причем не эволюционирует, со временем не меняет свои взгляды. Это, видимо, немножко не суперинтеллектуальность его, конечно, проявляется. Отсутствие его некоторой интеллектуальности, короче, проявляется в этом плане. Вот. Ну, такой обычный деятель науки, не очень умный, довольно посредственный, обычный нормистный чувачок. В этом я не думаю, что есть какая-то проблема. Просто вот смиритесь, наука переполнена вот такими людьми, такие люди там много чего решают. Истинности, добродетельности. Что-то может быть всегда более благим или истинным, чем нечто другое. Значит, существует нечто наиболее истинное, наиболее благородное, наиболее замечательное. И вот это что-то, оно и есть Бог. Можно установить, что он существует, значит, Бог существует. Сильное заявление. Такая вот забавная подмена тезиса. Когда я впервые услышал этот аргумент, у меня в голове родилась метафора. А метафора, это на самом деле является иллюстрацией к одному очень важному принципу, который звучит так, что если с помощью некоторого аргумента вы можете обосновать какой угодно заведомый бред, то тогда, скорее всего, этот аргумент не очень хорош. Так вот, я сейчас похожую логику на логику Фома Арвинского приведу для того, чтобы доказать, что инопланетяне существуют и воруют носки. Носки могут находиться на разной высоте, правильно? У кого-то на втором этаже, поэтому... Ай, сука, какой же ты, блядь, тупой, блядь, чел. Ну ты бы хоть понял, в чем там саспенс, блядь. Тоже твоя аналогия, она же мима здесь, панчин. Ну, блин, да, аргумент хуёвый. Там многие вещи непонятны, по факту. Непонятно, где следование Фома Аквинский проебал по пути, и, соответственно, вот еще непонятно. А ты вообще из какой-то другой области приводишь аргументы. Ну, панчин, ну, блядь, ну, это глупо. Там можно сказать, что какой-то носок находится выше, чем другой. Следовательно, существует некий наивысший носок. Это наивысший носок, очевидно, находится в космосе. И там, как он до попал? Попал он до благодаря анопланетянам, которые его похитили. Интересно, тут еще одно, что даже... Блядь, о чем мы так что услышали? Если мы примем доказать существование богов, Фома Аквинского, так они сформулированы, вроде того, что вот существует нечто там все благое, там все мудрое, из этого не вытекает, например, что у людей, в том числе у представителей церкви, есть хоть какие-то малейшие правильные представления об этой сущности. Но, например, из этого не вытекает автоматически, что нужно определенным образом молиться, или что нужно строить определенное... Фома Аквинский в курсе, кстати. Типа церкви, или что есть какие-то моральные... Фома Аквинский в курсе. ...императивы, которые дарован нам свыше, мы должны им следовать. Или что Библия верна, или что Иисус Христос существовал, воскрес. Из этого это не вытекает. Но при этом это же догматы церкви, без которых одна религия, может быть, полностью загнена на другую. Собственно, поэтому и придумали этот пример, такой троллинговый, да, с летающим макаронным монстром, потому что это очень наглядная демонстрация того, что нельзя сказать, что одна религия лучше, чем другая. Нет этому никаких оснований, что она фундаментально лучше. То есть можно оценить религии с точки зрения количества послушников, с количества денег, которые та или иная церковь зарабатывает, насколько она популярна. Вот такого рода вещи можно сравнить. Но сравнить истинность фундаментальных постулатов... А как истинность фундаментальных постулатов науки сравнить с истинностью фундаментальных постулатов любой из религий? Вопрос. Знаете, я бы вам что ответил? Вот вы, люди, саентисты, вы верите в науку, но не верите ни в одну из религий. Я отличаюсь от вас только одним. Я не верю в вашу религию саентизмом. Всё, как бы, сосите, блядь. Религия, с точки зрения того, какая религия лучше, это не получается сделать. И в этом смысле ещё одна демонстрация того, почему теология не может быть наукой. Потому что если в биологии у нас есть несколько альтернативных гипотез, то мы можем с помощью каких-то исследований понять, ага, вот тут такой-то учёный, он ошибался. Вот эта вот гипотеза, она не верна. Природа так не устроена даже. Чувак, гипотезы не опровергаются. Гипотезы, блядь, не опровергаются. Они слишком абстрактно сформулированы. Поэтому для того, чтобы что-то стало нефальсифицируемым, достаточно просто перевести это в некоторый разряд гипотезы и не особо выёбываться с составлением разных проверяемых следствий из теории. Всё, конец. Его организм так не устроен. Ген не отвечает за эту функцию или отвечает за другую функцию. А сказать на основании какого-то исследования, что Бог сказал вам «плодитесь и равнажайтесь», а не наоборот, сказал «давайте устраивать целебат», не представляется возможным. Нет для этого весомых аргументов. И в этом, на самом деле, заключается самый главный такой камень в огород теологов, как учёных, да, верить-то можно во всё что угодно, конечно, но вот если вы претендуете на науку, то тогда извольте критериям науки соответствовать. Не существует способа... Каким критериям науки? Таким. Чтобы теолог в ходе своего исследования опроверг сам себя и пришёл к выводу, что там Бога нет. При этом обратите внимание, что на самом деле есть куча исследований, результаты которых при ином раскладе, не только тот, который получился, могли бы атеисты привести к выводу о том, что Бог таки есть. Были исследования, где брали людей, которые пережили операцию на сердце, и после этого за часть из этих людей молились, а за часть из этих людей не молились. И смотрели на количество побочных эффектов после этого лечения. И оказалось, что разница... Дениаль, полная хуйня, а не эксперимент? Нет. Если бы в таком исследовании... Никак не относится к молитвам. Тематически оказывалось воспроизводимо, что молитвы какому-то Богу или каким-то Богам, какому-то подможеству Богу. А бы всем Богам молились? Вопрос в данном эксперименте. Не знаю. Работают. И у нас нету этому альтернативного объяснения. Ну, мне бы пришлось съесть свою шляпу. Мне бы пришлось съесть книжку «Происхождение видов Тарвина» и сказать, что я был неправ. И на самом деле, я бы, может быть, даже обрадовался, потому что было бы здорово, наверное, если бы какой-то Бог существовал в этом. Можно найти какие-то, ну, не знаю, субъективные плюсы. Он бы тебя трахнул. Но нет, этого не имеет места быть. Этот Бог бы тебя ёбнул. То есть была возможность у Бога себя продемонстрировать. Он ей не воспользовался. Это не значит, что Бога нет. Конечно же, Бог мог бы сказать, я могу изменить законы природы, но я этого делать не буду никогда, и поэтому я не буду пользоваться своим всемогуществом. Но это понижает вероятность того, что Бог существует. Всякая. Почему понижает, который заканчивается тем, что Бог себя не продемонстрировал, чуть-чуть, чуть-чуть понижает вероятность. Почему, блядь, понижает? Вот что значит понижает? С чего он это взял? Его существование, по крайней мере, в той форме, в которой его воспринимают верующие. Другой пример, да, не касательно Бога, а, допустим, существование вечной души. Есть люди, которые говорят, что они пережили околосмертный опыт и в ходе него выходили из своего тела, видели себя со стороны. На самом деле мы знаем, что можно человеку ударить током височную долю мозга, и у него возникнет такое ощущение, и ему покажется, что он вышел из своего тела. Но это всё не важно. Важно другое, что можно предложить эксперимент, положительный успех которого может опровергнуть взгляды материалистов, если угодно. Как это сделать? В палатах реанимации ставили на шкафах фигурки геометрические, которые, если бы душа вышла из тела и всплыла над этим шкафом, она могла бы увидеть эту фигурку, и когда человек пришёл бы в сознание, он бы сказал, я видел квадраты, я видел треугольник. Тут очень важно, что это вещь, которую сложно подделать, не требует интерпретации, да, скажем так, натягивания совы на глобус. Если человек скажет, там, я слышал медсестру, то, ну, сложно поедет, потому что он слышал медсестру, или потому что он предположил, что он, ну, не камень, сестра проходила рядом. Если бы такой эксперимент показал, что люди называют почему-то вот эти фигурки, которые... Даже не поэт, что они считают относительно истинности существования богом, типа, ну, если не так, то бог типа нет, а если так, наверное, нет, блядь, меньше стал вероться или больше. Или больше или меньше, просто я так сказал. Находится на... Поверь мне, юный падаван. ...в палатах реанимации, мне бы пришлось изменить свою точку зрения. То есть моя точка зрения, она фальсифицируема. Я готов изменить свои взгляды. Просто меня не убеждают аргументы в духе, смотрите, это в Библии написано, или смотрите, у вас есть свидетель, который что-то сказал, потому что это плохие аргументы, дайте мне хорошее. Но теологи не работают над поиском хороших аргументов. У них нет задачи убедить меня. У них нет задачи переубедить атеистов. Они занимаются укреплением веры тех, кто и так готов принимать аргументы в духе личностного опыта веры. Есть такой мультик, который называется «Скуби-Ду». И в этом мультик постоянно персонажи приходят в какой-нибудь дом с поведением, какие-нибудь там американские горки, какие-то странные вещи происходят, люди пропадают и так далее. И там есть какой-то призрак, дух, зомби, скелет или еще что-нибудь в этом роде. И они расследуют, что там происходит. И каждый раз выясняется, что на самом деле виноват какой-то чувак, который напялил маску этого скелета, зомби, призрака и пугал местных людей с какой-то корыстной целью. На протяжении всей истории человечества все, что объявлялось чудом, если была возможность проверить, поставить какой-то реальный эксперимент, который мог бы дать и тот, и другой результат, и в пользу, и против этого чуда, всегда заканчиваясь отрицательным. Результат такой проверки. Уже можно было подметить такой тренд, что обычно верны предсказания такой вот материалистичной картины мира. Что чудес не бывает. Ну, не бывает и все. Сколько бы мы их не проверяли, мы их не обнаруживаем. Но некоторые люди продолжают наставить о том, что они есть, и бремя доказательства лежит на них. Это они должны прийти к нам и предоставить хорошее, убедительное доказательство. Так можно бы себе представить научную тему. Почему они должны? Теологию. Но такой научный теологий не... А вдруг они как раз в рамках научной теологии будут искать эти доказательства, Панчин? Алло. А ты им запрещаешь. Ты их пытаешься выгнать. То есть Панчин говорит, а какого хуя у вас нету доказательств? А потом говорит, блядь, мы вообще-то не будем, не хотим открывать ваши университеты, идите нахуй отсюда. Теологи, идите нахуй. Вы ничего не докажете. То есть смотрите, Панчин говорит, я абсолютно готов принять ваши доказательства того, что Бог есть, если вы найдете эти доказательства. Это с одной стороны. Но с другой стороны, я запрещаю вам проводить исследования, запрещаю вам, соответственно, заниматься вот этим всем. Вам остается только, ну, как бы, хуй сосать. Я не знаю, что он имеет в виду. Просто сидеть, заниматься какой-то хуйней, и получается. Я просто не понимаю, что Панчин конкретно хочет. Мне кажется, он просто хочет людей отдалить от всех возможных исследований. И все. Так плохо, если бы все это ограничивалось какими-то академическими спорами. Но на самом деле религия, она играет такую большую роль в нашем обществе, и играет все большую роль в нашем обществе, из-за того, в том числе, что принимаются такие меры, как внедрение теологии в перечень специальностей в ак, введение основ православной культуры в школах и так далее, что у этого есть последствия для всех нас, в том числе людей, которые не являются верующими. Какие-нибудь опыты запрещаются, потому что у людей есть религиозные представления, опыты, например, с целыми клетками или с каким-то эмбриональным материалом. Есть вторжение в сферу науки. Ученым мешают иногда делать то, что они могли бы сделать. Это все обходится не бесплатно для всех остальных членов общества. Все, что мы просим, это оставьте нас в покое. Если вы хотите верить во что-то, исповедовать какие-то там традиционные ценности, пожалуйста, делайте это, но делайте это, не вмешивая нас в этот процесс, не заставляя наших детей или потенциальных детей слушать эту ерунду. Не надо громить наши выставки, если вас оскорбляет их содержание. Блять, это Васил был, нет? Как мы не будем ходить к вам в храмы и заставлять вас слушать лекции про теорию революции Дарвина, если вы сами этого не попросите. Все, это база. Давайте сосуществовать как-то мирно и давайте мы не будем создавать при этом ложных авторитетов. Мы не будем выдавать за науку какие-то откровения, какие-то голоса в голове, в голове чьи-то и какие-то личностные истории опыта веры. Если вы предпочитаете послушать на тему такого гуманитарного спора не представителей естественных наук вроде меня, Ну, образцовым уже разъебывали по этой теме. А, допустим, профессионального религиоведа, то у меня есть для вас рекомендация. Есть статья, которая называется «Теолог перед лицом этики», написанная профессором религиоведения из университета Брэндона в Канаде. Сейчас я зачитаю пару занятных пассажей. «Изучение религии – это изучение людей. И боги интересуют нас лишь постольку, поскольку они проливают свет на людей, которые их концептуализируют. А теология также рассматривает себя как академическая дисциплина, но она не пытается расширить наши знания. Скорее, теологи практикуют религию и защищают ее». Короче говоря, религиовед имеет такое же отношение к теологу, какое биолог имеет к лягушке в его лаборатории. Теологи пытаются укрепить свою религию, увековечить ее, расширить, защитить и объяснить ее отношения с другими религиями. Религиовед выбирает какую-то религию в качестве образца, препарирует ее копать... Хей-ка, я учусь в Светском университете на теолога. По факту мы просто традицию изучаем. Много ребят не очень верующие используют теологию как трамплин в хорошую магу, типа у меня средние баллы по ЭГ, я учусь хорошо. Один проек был, который на четвертом курсе можно исправить. Почему не оставить теологию? Да я хуй знает, просто типа не наука, а почему-то науку мы не оставляем и так далее, так далее, так далее. Вот. ...паяться в ее внутренностях, и это, образно говоря, умерщвляет религию, или, по крайней мере, умерщвляет грамматические и магические аспекты религии и вкустирует внимание на том, как религия в действительности функционирует. Поэтому для меня очень важно уточнить, что я считаю, что религию нужно изучать. Изучать ее методами религиоведения, узнавать факты об этом общественно-значенном феномене, почему люди верят, как они верят, зачем они верят. Это все очень интересно, это может быть полезно. Но я категорически против того, чтобы пропаганду выдавали за науку, чтобы какие-то субъективные взгляды, мнения, чтобы это выдавалось за какие-то объективные истины, которые всем нам должны быть известны. То же самое происходило раньше со знаком минус в Советском Союзе, когда считалось, что есть научный атеизм, что он якобы научный, и что нужно всем его изучать, искать доказательства несуществования Бога, и там приводились в том числе очень странные доказательства несуществования Бога. Но это была точно такая же пропаганда, пропаганда под видом науки. Сейчас делают все то же самое, только теперь под видом науки пропагандируют традиционные ценности вместе с религией, вместе с теологией, причем вполне конкретных религий. Недавно была очень показательная история. Один очень известный специалист в области генетики, но при этом проникшийся идеями религиозными, выступал на конференции по теологии. И там он рассказал о том, что мутации возникают, потому что был первородный грех. Такое разрушение все-таки инициировано первородным грехом. Оно усугубляется грехом родовым, ну и личным тоже. И в этом плане становится понятно мне, по крайней мере, утверждение о том, что дети до седьмого колена отвечают за грехи отцов своих. Но это действительно так. Поврежденные мутации гена, если мы предположим, что грех вызывает генетические мутации, не может восстановиться такой ген сам по себе, ну разве только чудом Божьим. Значит, нам нужно вообще пересмотреть всю биологию. Возникают очевидные противоречия между этими дисциплинами, но они как бы и не устранены. Да, блядь, рандомный мужик что-то, блядь, сказал на конференции. Ну, Панчин, ну, ёптовая мать, да какая нахуй разница, что он сказал? Ну, ошибся он по биологии, ну, забей. Потому что когда биологи обращают внимание на то, что какие-то из положений религиозных, ну, например, то, что люди могут воскрешаться из мертвых, или то, что, возможно, непорочные зачатия, что это, в общем-то, противоречит биологии, нам на это говорят, ха, ну, есть же физические показания, и они надёжнее, чем все ваши фундаментальные знания в области биологии. И плевать с теологом на то, что какие-то язык убеждений противоречат фактам из других наук. И поэтому теология ещё отдельно не является наукой, не имеет права ей называться. Она не интегрирована в единую картину мира, которая существует между другими науками. Но, кажется, есть ещё одна проблема. Филология пиздец как интегрирована. Вообще дико интегрирована. Да. На которой почти никто не замечает. Социология интегрирована дико. Становится всё сложнее из-за распространения этой идеологии, из-за распространения клирикализации. Критиковать в том числе и такие заведомо псевдонаучные утверждения вроде того, что мутации возникли из-за грехопадения. Потому что получается как бы неудобно, что мы выступаем против уже не просто какого-то биологического утверждения, а против такой системы ценностей, идей, против другой науки, против теологической науки. За это могут быть санкции, за это кого-то могут и отработать, отстранить потенциально. И многие люди не чувствуют себя в безопасности критиковать идеологически насыщенные высказывания, в том числе в области биологии. По сути, мы стремимся, потихонечку приближаемся к такой вот лысенковщине наоборот. Когда именитых учёных заставляли ссылаться там на работы лысенко, на работы госпожи Лепешинской с её теорией живого вещества, нигде в мире, которая не признавалась, но у нас нужно было ссылаться, там всякие премии им выдавали, награды за выдающиеся успехи в науке. А реальных учёных, которые занимались классической генетикой, их репрессировали, да, им не давали сначала высказываться, а потом мы вообще, у них было очень много проблем. Так и здесь мы потихонечку-потихонечку приближаемся к тому, что наука пропитывается такой религиозной идеологией, и скоро отстаивать нормальную науку будет очень проблематично и даже, может быть, опасно для реальных учёных. Хика, он назвал теологию пропагандой, лол, почему? Почему его аргументация настолько карикатурная? Я в курсе, что теология не сводится к доказательству Бога. Ну, правильно, не сводится. Я с научником вообще искусствоведением занимаюсь, говоря о том, что с иконами связано много мифов. Мне за это не прилетает ни от кого. Ну, блядь, ну, Банчин, глупоёб, всё же понятно. Разумеется, это случится не сразу, но мы уже видим вот эти первые звоночки, да, когда директор института, который занимается генетикой, директор института, идёт, выступает и несёт такую чушь. Почему он это делает? Как он стал директором? Да, это совершенно немыслимо в мире, где в науку не примешана вот эта самая идеология. Есть такая точка зрения, что это, может быть, не самое страшное, что происходит, там, клирикализация, бывают вещи пострашнее, но мне кажется, что вот размытие вообще рационального подхода, размытие научного подхода к восприятию реальности, оно является такой отправной точкой, оно является необходимым условием для того, чтобы разваливались и другие сферы нашей жизни, в обществе. Что если бы эта клирикализация не произошла, мы бы сейчас жили в совершенно другом мире, с другими ценностями, другими идеалами и больше ценили бы в том числе и человеческую жизнь. А что по этому поводу думаете вы? Насколько клирикализация может негативно сказаться на обществе? Оставляйте свое мнение в комментариях и подписывайтесь на канал.